Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, расстались с парнем ещё в августе из-за моей ошибки, он меня не простил, хотел вернуться на переруму. Поговорили, он сказал, что подсознательное, наверное, ещё чувство есть, но он не может смириться с тем, что я сделала, и у него появилась новая девушка, которая шлёт сердечки, её фотка стоит у него на обоих, но в этот момент он лезет ко мне, трогает меня за руку, пристаёт, намекает на интим, мы спим с ним после расставания за всё это время, но зачем он это делает, если он уже нашёл себе другую девушку, я вообще уже ничего не понимаю и чувствую себя просто игрушкой. Здесь, пожалуй, вот ключевым моментом является то, что вы пытаетесь понять, скажем так, молодого человека, то есть пытаетесь понять другого, тогда как вам имело бы смысл разобраться в себе. Действительно, здесь ваше чувство, чувство, что вы игрушка. Действительно, это чувство имеет место быть, ну, в том смысле, что несложно почувствовать себя игрушкой. В ситуации, которую вы описывает, несложно, вот, совсем несложно. Важно другое, что вы как будто бы миритесь с этим. Вы как будто бы с этим миритесь и вы как будто бы, ну, как бы пренебрегаете тем, что вы чувствуете себя игрушкой. То есть вы, ощущая себя так, как вам не хочется себя чувствовать, вот, как бы, ну, ничего не делаете для того, чтобы чувствовать. Это перестать. Вы для этого ничего не делаете. И вот это, наверное, один из ключевых аспектов данной ситуации. Я могу понять, что вами движет. Я могу понять, что вами движет. Вами движет, допустим, чувство вины. Вами движет чувство вины за свою ошибку. Вы винить себя за свою ошибку. За то, что вы сделали. И у молодого человека появляется возможность здесь с вами манипулировать. Не потому, что он плохой такой. Не потому, что он такой жестокий и, как бы, мечтает вами пользоваться. На самом деле, вот, людей, которые сознательно идут на подобный поступок, полностью осознавая то, что они делают, не так уж и много. Вот. На самом деле, таких и таких людей мало и, в общем-то, чтобы так поступать, нужно быть либо нарциссом, либо психопатом. Ну, с большой долей вероятности, можно сказать, что ваш молодой человек не такой, да. Вот. То есть, всё это происходит, как бы, на таком более, более приземлённом, скажем так, уровне, да, более бытовом уровне, менее осознаваемом уровне, можно такой ещё термин здесь использовать. Вот. И ключевой аспект здесь в том, что, первое, у вас чувство вины и, соответственно, как мне кажется, именно вот с чувством вины вам, ну, желательно, да, скажем так, работать. Это, вот, психотерапевтическая, психотерапевтическая такая вот направленность, это чувство вины. Вопрос с чувством вины в этом смысле решается, пожалуй, по-разному, т.е. он решается разными, разными путями, разными способами, вот. Наверное, сейчас говорить о том, как именно решить вопрос с вашим чувством вины не имеет смысла, потому что необходимо с вами поработать, необходимо с вами поговорить, чтобы понять, вот, как бы, лучше вашу личность, понять, какой, например, подход, да, вам, вот, может, мог быть, ну, в большей степени пройти, пройти, вот, сейчас, на мой взгляд, это, вот, в силу того, что, ну, вас, мы не очень в данном случае хорошо знаем, да, пока об этом говорить рано. Но вам самой нужно зафиксировать то, что чувство вины дает вам ощущение уязвимости в первую очередь, ощущение зависимости в первую очередь, вот, и, соответственно, такое вот постоянное ощущение, что вы как будто бы вот ниже, да, как будто бы вы ниже, как будто бы вы хуже своего молодого человека, вот. А отношения, построенные на таком принципе, на таком основании, мягко говоря, являются деструктивными. Вот. Это, эээ, такой аспект. А следующий аспект, это ваша, ну, судя по всему, нуждаемость в, эээ, молодом человеке. То есть, судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что, эээ, вы в мужчине очень сильно нуждаетесь. Вот. Значит, соответственно, эту, эээ, потребность в нем вам вам необходимо раскрыть. Вам необходимо эту потребность раскрыть. Вам необходимо эту потребность видеть. Вам необходимо, эээ, с этим, ээ, вот, поработать, эээ, вот. Для того, чтобы лучше, эээ, в этом смысле, эээ, себя понять. Да? То есть, вот, ну, вообще, понятие, вот, в чем, в чем я, ээ, нуждаюсь, вот, в, эээ, ну, в, эээ, в контексте, вот, молодого человека. Да? Эээ, лично мне кажется, что здесь у вас имеет место быть, вот, как, такая, эээ, заниженная самооценка, может быть, страх одиночества, но, эээ, это не точно, и, эээ, соответственно, нужно этот момент, эээ, ну, на мой взгляд, эээ, постараться прояснить. Да, пока что, вот, говорить о том, эээ, говорить об этом, эээ, как-то, вот, с уверенностью я, наверное, не могу. Вот. Нужно это выяснить. Эээ, следующий момент, эээ, что, ээээ, что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ по отношению к себе такое поведение, такое отношение, которое вам не нравится. То есть, ну вот вы говорите, что я себя чувствую игрушкой. И на самом деле, вас можно понять. Можно понять, почему вы себя чувствуете игрушкой. Как я и сказал, очень легко здесь почувствовать себя игрушкой. Но дело не в том, что вы чувствуете себя игрушкой. А дело в том, что вы с этим меритесь. Вы с этим ничего не делаете. Вы как будто бы ждете от мужчины, что он вам разрешит игрушкой не быть. Вот как мне кажется, в чем основная сложность. Что я, я сама, я сама заявлять и отстаивать свою позицию, в которой для меня такая вот, ну такая модель, да, поведения неприемлема не буду. Я сама, эээ, как бы себя защищать не буду, но буду ждать, что это сделает молодой человек. Как бы, вот, эээ, понимаете, какой здесь, эээ, есть, неприятный для вас момент. И все, и все мной сказанное вместе создаёт довольно стойкое ощущение, что у вас любовная зависимость. Конечно, эээ, мы не можем, эээ, сейчас об этом говорить, эээ, наверняка. Мы не можем говорить наверняка, что у вас любовная зависимость. Мы не можем говорить наверняка, что, эээ, вы зависите от, эээ, молодого человека. Но, я бы, эээ, к этому пристально присмотрелся. И, эээ, вот, как бы, повторюсь, да, что очень важно, чтобы вы, эээ, видели в этом смысле, эээ, себя, чтобы вы в первую очередь видели свои приоритеты, свои цели, свои ценности и опирались в этом смысле больше именно на себя, а не на молодого человека. Последний момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, это аспект того, что вы делаете. Что это значит? Если вы выбираете, эээ, ну, вот, например, да, если вы выбираете, эээ, ну, вступать с, эээ, молодым человеком, допустим, эээ, в интимные отношения, то, на мой взгляд, вне, эээ, вне всякого сомнения, это ваш выбор. На мой взгляд, вне всякого сомнения, это ваше решение. Эээ, ну, в этом, эээ, в этом, эээ, смысле, в этом смысле, эээ, молодой человек, эээ, ну, он, как бы, может, и, в известной степени, даже должен, если он, вот, себя, ээээ, так скажем, любит, да, ээээ, говорить о том, что он, эээ, хочет. То есть, ну, если молодой человек хочет, эээ, сам, допустим, с вами переспать, он, в принципе, вполне может, ээээ, вполне может об этом сказать, и, как бы, ничего такого, вот, сверх, эээ, как бы, ээээ, криминального, да, в этом, в принципе, я не вижу. Но дело здесь, ээээ, не в этом, а дело здесь, в, в вашем, ээээ, согласии, согласии, причем, ээээ, согласии, как будто бы, из, ээээ, чувства вины, то есть, вызывает вопросы. Вот, ээээ, основной момент, ээээ, вызывает вопросы, кто, ээээ, из какого, из какого чувства, вы соглашаетесь делать то, что вы делаете. Вот, ээээ, здесь нет, ээээ, в принципе, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, ну, делайте то, что делаете, да, и, в принципе, это ваше право, это ваша жизнь, вот, но вы же, получается, что, как бы, сами, сами недовольны тем, как всё, ну, тем, как всё складывается, вот, потому что, ну, иначе, в противном случае вы бы не говорили о том, что чувствуете себя игрушкой, понимаете, да, понимаете, да, поэтому, вот, как бы, вопрос, на мой взгляд, он заключается, вот, в первую очередь, в том, чтобы вам с себя, понятие вопрос заключается в том, чтобы вам, вот, самой ответить на вопрос, да, чего же я хочу и для чего я делаю то, что делаю. Это очень важно и необходимо повышать уровень вашей осознанности, это необходимо, с одной стороны, психологически замедляться, то есть развивать внимание к себе, а с другой стороны, а, как бы, замечать и признавать, а, свои чувства, вот, чувства, которые, которые, вот, у вас, а, в этом смысле, есть и чувства, которые у вас возникают. Вот, не, а, не подавлять их, а, ну, я имею ввиду, вот, ну, ваши чувства, не подавлять, а, наоборот, развивать, а, и, и, а, давать себе возможность, давать себе право на эти чувства, вот, и, в общем-то, а, позволять этим чувствам приводить вас, а, туда, куда, а, в общем-то, они, а, могут, а, ну, могут вас привести, так скажем. На данный момент, а, вы руководствуетесь, а, весьма деструктивным чувством. Это, э, э, чувство вины, вот, и ничего хорошего, э, в этом, для вас, а, нет, и быть не может, поэтому я бы начал, э, э, работу, вот, в первую очередь, э, э, ну, вот, с этого, с, э, работу, с, работой с виной, а, дальше уже посмотрел бы, э, дальше уже посмотрел бы, э, э, как, э, как, ну, какие детали, э, в этом смысле, э, могут раскрыться, дальше, вот, понимаешь, что там, как бы, э, разные могут быть аспекты, да, разные могут быть моменты, разные могут быть нюансы, нам, 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 э, вот, э, в этом смысле, да, э, вот, ну, как бы, э, нам в этом смысле, э, важно все эти нюансы, э, ну, понять, и, э, так скажем, охватить, вот, э, потому что, э, иначе мы, мы просто, вот, э, потеряемся и, как бы, ну, э, будем вам, э, в этом смысле, э, просто навязывать свое мнение, да, мне бы этого не хотелось, мне бы не хотелось навязывать вам свое мнение, я думаю, что в вашей жизни, э, вам этого, э, в принципе, более чем хватать, вот, э, э, как-то так, э, какой-то вот, э, такой, э, у меня, э, вам ответ, э, э, ну, вот, на вопрос, э, ваш, э, я надеюсь, что, вам это было интересно, я надеюсь, что, как минимум, как минимум, вам это было полезно, я надеюсь, что, э, вы, э, я надеюсь, что вы сделаете выводы, э, ну, определенные выводы из, э, того, что я сказал, и выберите, э, себе, э, психолога, да, и начнете с ним психотерапию, э, э, всегда же добавляется и травма от, э, э, расставания, которое, скорее всего, имеет место быть, но пока непонятно, насколько, насколько она на вас влияет. Всего вам доброго и удачи! Обращайтесь!